Привет! С вами Каска. В этом видео я вам расскажу, как можно слегка повести FPS в LD Player, а также сделать его оптимизацией, избавиться от лагов и фризов и многое другое. Ролик получился очень полезным, максимально информативным. Попрошу лишь поставить один лайк, подписаться на канал, ну и по возможности поделиться этим роликом с вашими кентами. Ну а мы полетели. Ищешь где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть Office или вообще Antivirus? Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступны, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключикой будет в описании. Первое, с чего мы начнем, это обновление видеодрайвера. Делать нужно обязательно. Если у тебя видеокарта от Nvidia, заходим на сайт nvidia.com, далее драйверы. Здесь выбираешь тип продукта, серию продукта, семейство, OS, нажимаешь поиск и загружаешь драйвера. Если у тебя видеокарта от AMD, переходим на сайт amd.com, download и support, далее drivers. Ну и самое сложное, это найти драйвера под твою систему. Если у тебя, допустим, 580, это у нас graphics, Radeon 500 серия, еще раз 500 серия и 580. Если у тебя ноутбук, то нужно поискать. Здесь вот переходишь на процессор with graphics и просто клацать на каждую из строчек, чтобы найти драйвера под свой процессор. Допустим, у нас Ryzen 5 7600X. Нажимаем submit и здесь выбираешь свою OS. Где-то будет два драйвера, рекомендованный и опциональный. Всегда ставь по дефолту рекомендованный, он более стабильный. Нажимаешь download и делаешь его установку. Если ты не знаешь, какая у тебя видеокарта или процессор, самый простой способ это проверить. Нажимаем pkm на пуск, диспетчер устройств, вкладка видео адаптеры. И здесь у нас будет указана наша видеокарта. То же самое касается и процессора. После того, как мы скачали последнюю версию драйвера, ее установили, перезагрузили нашу систему, нам нужно скачать архив по ссылке в описании. Открываем архив, перекидываем его на рабочий стол и открываем нашу папку. Здесь у нас есть две папки, приложение MSI Utilv3 и схема питания. Все остальное мы оставим на последнюю очередь. Сейчас покажу самое важное, то что действительно может тебе помочь повысить FPS, либо избавиться от мелких лагов и фризов. Открываем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать. pkm на пуск. Windows PowerShell Administrator, либо командная строка. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, закрываем. Нажимаем поиск, пишем. Панель управления, электропитание. И ставим галочку на максимальная производительность. Для того, чтобы ее удалить, нажимаешь настройка схемы электропитания и удалить схему. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Для этого находим ldplayer на рабочем столе, pkm, расположение файла. Нас интересует приложение dnplayer. Нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого dpi и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok, применить и ok. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем pkm, копировать. Далее поиск. Пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, можешь его в принципе включить. Иногда он повышает производительность во многих играх. Работает 50 на 50, смотря какая система и так далее. Поэтому только проверяешь на своем pk. Если включишь аппаратное ускорение, не забудь после всех этих настроек сделать перезагрузку своей системы. Нас же интересуют это настройки производительности графики. Мы нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь, ищем dn player, добавить, параметры и ставим галочку на нашу видеокарту. Если у тебя две видеокарты, либо ноутбук, эта фишка работает очень даже хорошо. То есть мы делаем так, чтобы ld player обнаружил нашу видеокарту и обрабатывал всю эту графику с помощью нашей видеокарты, основной, не процессора. Поэтому выбираем высокая производительность и сохранить. Если нужно будет все это сбросить, нажимаешь снова параметры, ставишь по дефолту, сохранить и удалить. Если у тебя есть какой-нибудь из антивирусов, кроме дефолтного, который стоит на винде, обязательно перед самой игрой его отключай. Потому что некоторые антивирусы задействуют виртуализацию. Это очень плохо сказывается именно для эмуляторов. Неважно, ld player, bluestacks и так далее. Теперь открываем ld player, открываем меню, нажимаем настройки, первая вкладка. Тут в принципе ставишь так, как тебе больше нравится. Планшет, телефон широкий и так далее. В первую очередь нас интересует центральный процессор и ОЗУ, точнее количество ядер и количество выделяемой памяти. Нужно настраивать более грамотно. Если ты играешь в PUBG, Call of Duty, Stand Off, в таком случае мы ставим количество ядер 4, ОЗУ тоже 4. Если ты играешь не в такие прожорливые игры, нужно обязательно ставить ядер количество 2, ОЗУ тоже 2000. С этим я думаю каждый из вас разберется, просто выставляем количество ядер и количество памяти под определенную игру. Так по крайней мере написано у них на сайте в их руководстве. Здесь я оставляю все по дефолту. Третья вкладка игровые. FPS. Если у тебя монитор более 60 Гц, то в принципе есть смысл поставить галочку на режим высокой частоты. Если у тебя моник обычный, 60 Гц, то оставляешь 60 FPS. Выше, ну можешь конечно поиграть, но есть ли смысл? Единственное, что может быть задержка, поэтому тоже будь внимательным. Это же касается и вертикальной синхронизации. Если идет разрыв картинки, ее включаешь. Но запомни, что в таком случае у тебя будет задержка в развитии. Хе-хе, ладно, шич. Далее все это можешь оставлять по дефолту. Какую-то особую роль на производительность она не играет. Теперь нужно найти многооконность. Это Ctrl 2, либо плюсик. Здесь мы ставим галочку на наш LD Player и нажимаем оптимизация. То же самое, выбираем количество FPS. Для не шутеров можешь поставить 30 FPS. Для шутеров, конечно же, 60 и более. Тут мы ставим галочку на оптимизация памяти. То есть использовать меньше ресурсов видеокарты и памяти. Очень хорошая фишка. Режим виртуального диска. Если у тебя жесткий диск, ставишь высокая скорость. Ну, это прям обязательно. Если у тебя SSD, как в моем случае, во-первых, как тут указано, это меньше риск для повреждения самой SSD. Для жесткого диска это не канает. Все остальное вставляем по дефолту и нажимаем сохранить. После этого можешь смело залетать в игру и проверять, есть ли какие-то улучшения или нет. Только будь внимательным. У всех нас различные системы. Если кому-то помогло, кому-то можешь сделать только хуже. Либо наоборот, оставить все по дефолту. Поэтому не нужно лететь в комментарии, писать, что ничего не работает. Нет. Все работает. Только на каждом ПК-ноутбуке, на каждой системе все это работает немножко по-другому. Если ничего не изменилось, переходим ко второму способу. Он уже более, так сказать, агрессивен. Особенно для новичков. Хотя я все упаковал, крайне-крайне удобно. Делается буквально в пару кликов. Для начала мы нажимаем ПКМ на пуск. Диспетчер устройств. Переходим на системные устройства. Ищем высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключаем это устройство. Обычно хватает такой простой настройки. Можешь отключить высокоточный таймер событий в самом биосе. Далее нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Фишка не самая приятная, но ее нужно обязательно отключать. Нажимаем настройки. Создание клипов. Если у тебя здесь стоит галочка записывать в фоновом режиме, обязательно ее убирай. Кстати, она даже... Ага, вот. Просто убрал галочку. Нажимаем закрыть и закрыть. Теперь то, что касается настройки нашей видеокарты. Переходим в архив, который мы скачали ранее. Настройка видеокарты. Здесь у нас, как можешь наблюдать, для AMD и для Nvidia. Кстати, здесь еще появится третья папка для Intel. Я просто забыл ее добавить. Но саму суть ты поймешь. Допустим, у нас видеокарта от Nvidia. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. То есть, какие функции нужно включить и какие отключить. Все подробно расписано. Я думаю, каждый с этим разберется. То же самое касается и AMD. Все указано, как, шо и зачем. Ну и Intel. Как я говорил ранее, будет здесь папочка третья. Делаешь настройку так, как указано на картинке. В нашем архиве находим MSI-Util V3. Нажимаем PKN. Обязательный запуск от имени администратора. Да. Здесь наша задача найти нашу видеокарту. В моем случае это 3060 Ti. Ставим галочку на MSI. Далее, приоритет мы выбираем Hi. И нажимаем Apply. И просто закрываем. Время для самого интересного. Этот вики реестра. В папке у нас находятся 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Ну или покажу самый быстрый способ. Нажимаем поиск. Пишем RegiEdit. То есть, редактор реестра. Нажимаем Done. Нажимаем File. Export. Выбираешь любой диск, какой тебе больше нравится. Далее. Пишешь любое имя и сохранить. Ждем некоторое время. И бэкап у нас готов. Если вдруг что-то случилось, и тебе нужно будет вернуть файл реестра в исходное состояние, нажимаешь File, Import. И находим наш файлик, который мы делали бэкап. Далее, открыть. И все это возвращаешь назад. Потому что, как я говорил ранее, особенно файлы реестра, они чаще всего бустят FPS. И причем во многих играх. Это не только касается LD-плеера, а и всех остальных игр. В основном, как мне писали люди, около 20-30 кадров повышается производительность. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR, то есть намертво. Что нам в принципе и нужно, и это хорошо. Нажимаем PPM, слияние, GameDVR 2, PPM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь два раза LPM, либо через Enter. То есть запускаешь, как обычное приложение. Да-да и окей. Отзывчивая систему PPM и слияние. Сетевой троттлинг тут, конечно, по желанию можешь сделать слияние, как хочешь. И системный приоритет тоже PPM и слияние. Ну и не менее важное, я бы сказал, даже очень важное. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. В клипах. Если ты не использовал файл реестра, тут все, что у тебя будет включено, все это отключай и ставь на самое минимальное значение. Если ты использовал файл реестра, то у тебя будет так же самое, как и у меня. Переходим на Xbox GameBar и тоже мы его отключаем. Далее, главное, конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Первый вариант, как это делаю я. Отключаем все фоновые приложения. У тебя их будет больше, потому что у тебя не кастомная винда, скорее всего, но тем не менее. Либо второй вариант. Отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Допустим, Xbox GameBar, калькулятор, параметры, связь с телефоном и так далее. Все это можешь спокойно отключать. Можешь не переживать. Если ты отключишь кино и ТВ, как только запустишь музыку, либо любое видео, он тебе запустится без проблем, без задержки. Просто мы его отключаем, чтобы он не работал фоновым приложением. Допустим, какие-то обновления, какая-то мелкая нагрузка и так далее. Поэтому я рекомендую, по сути, все это отключать полностью. Зачем тебе? Ты играешь в игры, зачем тебе нужен калькулятор, либо Xbox GameBar, который может нагружать твою систему и так далее. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.